И сейчас этот фильм назвали бы не патриотическим, а наоборот антипатриотическим. И такое, знаешь, желание сразу выключить, честно говоря, но я этого не сделала. А хорошо ли это, что священники, в общем, московского патриархата сотрудничали с немецко-фашистскими администрациями? Нам показывают человека прежде всего, неважно, в рясе он или нет. Кто такой ты? Откуда ты здесь взялся-то? Те, кто звал отсюда? Блаболка. Это самый, что ни на есть, выдающийся тип русского батюшки и первый священник для нашей миссии. Не получимся ли мы предателями Родины? Русские же мы. Народу нашему под немцем совсем плохо будет. Так разве можем мы оставить его еще и без божьего утешения? Вот какое у тебя тут кино. Друзья, всем привет. На связи Аппаратная и ее ведущие Света Аванесова и Павел Дмитриев. Продолжаем антивоенный сезон нашего подкаста и на очереди у нас фильм «Поп» режиссера Владимира Хатиненко. Честно говоря, мы долго думали, какое российское кино взять для обзора, для нашего нового подкаста, потому что это такое не очень простое дело. Понятно, что то, что снимается в последнее время, особенно при поддержке Минкульта, это все такое достаточно патриотическое, с плохой точки зрения кино и очень пропагандистское кино. Поэтому мы искали-искали и сошлись во мнении, что было бы интересно посмотреть и обсудить фильм «Поп» 2010 года. Ну, во-первых, он про Псков, про Псковскую область, немножко даже про Латвию. И, во-вторых, там такая достаточно незаезженная тема, достаточно интересная тема, интересная с исторической точки зрения и интересная в контексте того, что происходит сейчас. Это церковь и война, религия и война. Да, этот фильм рассказывает про священника Псковской православной миссии. Чаще всего про нее говорят так, что это одна из самых недоисследованных страниц войны, хотя там, если покопаться в событиях Второй мировой и Великой Отечественной войны, там очень много недоисследованных каких-то событий, захватов каких-нибудь плацдармов, о чем мало кто знает. Ну вот, в том числе и вот это событие, такое недоисследованное, по, в общем-то, понятным причинам, потому что в советское время этих священников, которые после того, как была дооккупирована и Псковская область, и другие регионы Советского Союза, очень многие из них отправились в лагеря, и что о них рассказывать было, в общем-то, незачем. А затем эта тема уже могла бы быть исследована, и могло бы при ней очень много быть рассказано, но тут уже такой был вопрос с точки зрения русской православной церкви. А хорошо ли это, что священники, в общем, московского патриархата, сотрудничали с немецко-фашистскими администрациями, с немецко-фашистскими войсками, и, в общем-то, при поддержке нацистов открывали храмы в Псковской области, для того, чтобы, ну, по задумке немцев вести, в общем-то, пропагандистскую деятельность, потому что они должны были служить там молебны за победу Германии, за там здоровье Адольфа Гитлера, и вот всё такое прочее. И этот фильм тоже, в общем-то, такая попытка пропагандистского фильма, но с точки зрения не государства, а именно РПЦ, и потому что он снят этот фильм по заказу, по просьбе прошлого патриарха московского, Алексея Рюдигера, отец которого, в общем-то, начинал как священник в составе этой псковской православной миссии, и как-то хотел патриарх Алексей обелить, что ли, эту страницу, но он, в общем, не дожил до премьеры, он умер во время съёмок этого фильма, и он уже вышел при другом патриархе. Этот фильм, он снят кинокомпанией РПЦ, и когда ты начинаешь смотреть этот фильм, там сразу всплывают соответствующие надписи, что он снят при поддержке Минкульта, что-то про патриотическое кино, и такое, знаешь, желание сразу выключить, честно говоря, но я этого не сделала, потому что я, в принципе, смотрела этот фильм. Я смотрела этот фильм, когда он вышел в широкий прокат, я ходила на неё в кино, мне кажется, я была в зале одна, фильм не пользовался спросом даже тогда, в 2010 году, и у меня было такое несколько опасение, потому что я помню, что, в принципе, у меня остались какие-то приятные впечатления после этого фильма, но было опасение, что он меня разочарует, что сейчас, уже спустя 12 лет, это будет таким достаточно большим разочарованием. Но большого разочарования не случилось, но, конечно, фильм, понятно сейчас, спустя, наверное, годы, мои годы, понятно, что он такой получился несколько беззубым. Ну, главный герой фактически выдуман, хотя было множество священников, которые были вполне реальными персонажами, и можно было бы взять их жизнь, да, как вот прототипа. Прототип у этого священника, отца Александра, который в этом фильме он был, там отец Алексея только он был, но он был совершенно другим человеком, вплоть до того, что он вместе с немцами уехал, в общем-то, из Псковской области, потому что он большевиков, советскую власть никак не поддерживал. Отец Александра по фильму совершенно другой, поэтому можно точно сказать, что он выдуман. Да, хотя удивительно, но фильм представлен таким образом, как будто бы это биографическая какая-то история, как будто эта история действительно имела место быть, и как будто бы отец Александр вполне себе живой персонаж, живой человек, реальный человек. Но здесь нужно понимать, что от истории там очень мало чего. Ну, то есть есть эта Псковская православная миссия, и, в общем-то, этим фильм, мне кажется, ценен, потому что, в принципе, он поднимает тему, которую в кино очень сложно найти. То есть, наверное, с этой точки зрения, да, его стоит посмотреть, но если мы ищем там какую-то историческую ценность, то в ней ее, конечно, не так, чтобы сильно много. Ну, даже с точки Псковской православной миссии, мне кажется, этот фильм довольно-таки бесполезен, потому что вот мы видим этого отца Александра, и немножко видим митрополита Сергия латвийского, который как бы это все и организовал. И там мы еще видим одного священника, скорее всего, это потом проторей Кирилл, который был одним из руководителей этой вот миссии, который вот как правая рука митрополита Сергия. И все. Но при этом мы видим в основном жизни этого священника отца Александра, который приезжает в деревню, в общем-то там из храма выносит, который превращен в клуб в советское время, всякая рата советская там, батарея Ленина и все прочее, тогда иконы заносят, и, собственно, все. Больше мы ничего не видим. Мы один раз видим, что там из концлагеря приводят пленных, ну так, скорее всего, чтобы их покормить. Но там никаких нету служб. Мы не видим, чтобы этот отец Александр что-то проповедовал, чтобы какие-то вот местные жители, там типа довольно-таки большая деревня. Ничего такого не происходит. Мы вообще не понимаем, как, ну, работала вот эта псковская православная миссия. Что она делала, какие у них были там проблемы в этой миссии. И этот священник, он такой нарисованный, да, то есть он нереальный персонаж. И как миссия работает, нам не показано. И возникает вопрос, а этот фильм, он зачем снят, он про что снят? Потому что это такой священник, которого не было, в составе событий, которых тоже не было. Там нам пытаются показать, как бы, оккупацию. Но она тоже показана какими-то непонятными такими мазками. И сейчас этот фильм назвали бы не патриотическим, а наоборот антипатриотическим. Потому что немцы там какие-то все больно хорошие. В белых рубахах там полицаи ходят. Вот офицеры немецкие такие, белогвардейцы бывшие, которые по-русски хорошо говорят. Там детушек любят, никого не убивают. Там две сцены с убийством советских граждан. И то они тоже такие какие-то сняли и забыли тут же эту сцену. То есть сейчас этот фильм, скорее всего, сказали бы, что он антисоветский, а не какой-нибудь там патриотический. Я, кстати, вот знаешь, я люблю говорить в нашем подкасте, что мне нравится кино, которое заставляет немножечко подумать, немножечко задуматься. Вот я помню, что я, когда посмотрела, я была немножко удивлена вообще этой историей, потому что я не помню, чтобы нам в школе про это рассказывали. И, в принципе, я в 2010-м студентка, я об этом, если и слышала, то как-то очень мельком. Я помню, что я пришла домой и полезла читать, искать, смотреть. То есть с этой точки зрения, может быть, пусть будет. Я знаю, что Хатиненко, например, сам говорил о том, что у него не было цели исторически показать вот эту вот псковскую православную миссию. Она была как повод показать священника или показать человеколюбие, милосердие, ну что-то такое. Вот цель была в фильме именно такая. Но я не могу сказать, кстати, что она достигнута, даже эта цель. Потому что священник, которого здесь показывают, он, с одной стороны, такой достаточно живой, и достаточно он такой вроде как со своими какими-то страхами, со своими какими-то мелкими какими-то недостатками. И их нам здесь, в общем-то, показывают. Но там есть такая любопытная сцена, что касается милосердия, что касается человеколюбия. Есть такая любопытная сцена, которая, мне кажется, туда включена как раз с точки зрения патриотизма. Хатиненко надо было что-то туда добавить патриотического. Я про ту сцену, когда он отказывается отпевать убитых полицаев, убитых партизанами полицаев. И она такая несколько странная. То есть вот батюшка, который вдруг почему-то решил. То есть, с одной стороны, это описывает его как действительно человека, с его какими-то слабостями. Но с другой стороны, это такой странный момент. Но патриотичный вроде как. Ну, с точки зрения православия, он, конечно, не мог этого сделать. Потому что, если они были крещеными, эти полицаи, то, в принципе, ему как священнику должно было бы быть все равно, там, полицаи или не полицаи. Там вот бог разберется. А он как бы должен был сделать свою, не знаю, как это назвать, работу священника. И это, да, скорее всего, стена, которая призвана так это показать, что фильм-то патриотический на самом деле. Он не там за этих полицаев, не за этих немцев, а вот он все-таки за этого комиссара советского, который там показан каким-то таким злым таким персонажем. И за партизан, которых из-за как-то показывают мельком тоже. Вот они как-то есть, партизаны, и все. Они просто есть. Они как-то ничего не делают в этом фильме. Там вообще никто ничего не делает, кроме священника. Вот его играет Сергей Маковецкий. Вот он там главный персонаж. И его матушка Алифтина, которая Нина Усатова играет. Все. Вот они два, в общем, раскрытых персонажа, у которых и арки закрыты их актерские, если уже говорить про то, что это кино. И неплохо бы, да, в сценарной арке закрывать персонажей. Вот два персонажа, у которых действительно все вот как по науке сделано. И какие-то они такие цельные. Вот в этих условиях, пускай это нереальные условия, но вот они сыграли свои роли. Все остальные персонажи, абсолютно все. Какие-то кусками показанные. И непонятно вот, за кого тут переживать. Сначала нам даже показывают убийство этой девушки, или даже девочки, наверное, подростка. Вот как-то так показывают, что это убийство, это должно быть трагично. Но сочувствие это не вызывает сцена. Она как-то так вот показывает, что никто там как-то не плачет над ней. Как будто у нее там семья есть. Там, братья, сестры, мать, отец. Ничего не показано. И так, если пройтись по сценам, то как-то вот я где-то прочитал, что у режиссера Хатиненко не получается трагично сделать. Вот в его режиссерском амплуа вот нет вот этого, чтобы сделать какую-то трагичную сцену. А тут он взялся снимать фильм про трагические события оккупации. И попытка вот этих священников как-то себя оправдать. И сотрудничать с немцами. Тем не менее, пытаться сотрудничать еще и с партизанами. И еще при этом потом в лагеря отправиться. В общем-то, очень трагичная история. Но вот режиссер за нее берется, и фильм получается совершенно каким-нибудь трагичным. А посмотреть на эту деревню, всегда залитую светом, солнцем, то можно сказать, как им там жилось-то в оккупации? Хуже, когда советские пришли, да? Потому что вот взять этот фильм, там реально в оккупации ничего не происходит. Немцы что-то там ходят какие-то такие, что-то никого не загоняют в амбар, не сжигают. А такое было, в том числе и в Псковской области. Я вот был на суде по признанию геноцидом преступлений немцев в Псковской области. Там в реку загоняли жителей, расстреливали, убивали, к стенке там ставили, просто ни за что. А тут в этой деревне партизаны приходят, убивают полицаев, и ничего не происходит с этой деревней. Хотя мы знаем, что за это деревню полностью сжигали, и там жители тоже уничтожали. Но вот посмотришь этот фильм, и слово оккупация, какая-то такая странная у них там оккупация. Мне кажется, сейчас во многих деревнях в Украине страшнее то, что-то, которые вот оккупированы, чем вот то, что показано в этом фильме, а там фашисты оккупировали. Ну это к вопросу о безубости, некой безубости кино и персонажа этого кино. Потому что мне было удивительно, насколько они, насколько мне показалось, режиссер и сценарист, наверное, тоже, хотели угодить всем. Им хотелось угодить и верующим людям. Ну прежде всего, наверное, заказчику, потому что у этого кино все-таки есть прямой заказчик. И неверующим людям, потому что вот ты говорил о том, что там не сильно много показывают какой-то той самой православной миссии. И я-то как раз не могу сказать, что меня это сильно огорчило, потому что мне как раз показалось, что не было каких-то там перегибов, что нам показывают человека прежде всего. О, неважно, в рясе он или нет, нам показывают человека. Ну вот в этих рамках. И ты правильно говорил про полицаев и про немцев, хороших немцев, плохих немцев, хороших русских, плохих русских. И все это как-то вот очень четко поделено у Хатиненко. У него как-то все черное и белое, как-то все очень четко поделено, без какого-то маневра для подумать, на подумать. То есть вот он как-то зрителю не дает времени, не дает возможности, в принципе, сделать выводы самому. Он как-то очень четко делит этих героев на хороших и плохих. И это, конечно, тоже так немножко обидно, потому что, ну как бы, а зачем? Ну, если они пытались снять пропагандистское кино для русско-православной церкви, то получилось-то ровно наоборот. Потому что если брать какую-то, пытаться мысль из этого, то вот эти священники и этот митрополит, оправдываясь фразой «Кесарю, Кесарево», будут сотрудничать с кем угодно. Хочешь нацисты, хочешь фашисты, хочешь советская власть, вообще неважно. У них там один митрополит в Москве сотрудничает со Сталиным, этот митрополит, друг его, сотрудничает, ну там не напрямую с Гитлером, но с гитлеровцами. И все они такие, ну богу-богу, а Кесарю, Кесарево. Это не то чтобы, да, такая достойная мысль. И вряд ли хотели заказчики этого кино, чтобы она как-то так вот проступала в этом кино. А по-моему, она так это, проступает. И даже вот то, что это благостное освящение, которое детям помогает, там тем помогает, в концлагерь едет, который тоже показан очень странно. В концлагере, я бы так вообще не... Мы видим его там в ворота. Вот весь концлагерь. Ворота, и периодически там пара человек ходит. Вот и все, что показано в этом фильме. Он вот такой тоже приехал, он вроде как против врагов, он за советскую власть. Но это никак не проявляется в его жизни. Вот он, на самом деле, многие священники этой православной миссии партизан прятали. Сотрудничали с партизанами. Кто-то с немцами сотрудничал, а кто-то с партизанами. Это все можно было показать. Что вот этот такой, этот секой. Что вот священника там на допрос в гестапо везут. И спрашивают его, что его партизаны спрашивали. И такие были реальные события вот в истории этой православной миссии. Но ничего этого не показано. Он вот сидит и дедушек воспитывает. Ну да, он прячет, прячет еврейку. Он прячет вот этих, забирает себе этих обездоленных, обескровленных, кстати, в прямом смысле слова, детей. Поэтому это вот тоже его такая миссия. Нам показывают просто немножко другую его как будто бы миссию. Не совсем связанную с верой, может быть, даже. Ну, так скажем, не совсем связанную, в принципе, вот с событиями, которые там происходили. С оккупацией немецкой. Это же реальное событие, страшное событие. Конечно, знали в деревнях, что происходит в других деревнях. А его деревня под каким-то колпаком находится, стеклянным. И ничего там не известно. И поэтому фильм, вот мы с тобой действительно, ты сказала, мы пытались найти какие-то непропагандистские российские фильмы. Потому что в основном все-таки про войну не только в России, да, или в Советском Союзе. Ну, и в США тоже снимаются в основном пропагандистские фильмы про войну. Что вот наши хорошие, даже если что-то плохое делают, но все равно они все-таки так и так все-таки хорошие. И мы решили посмотреть этот фильм, потому что все-таки он не совсем, да, там, про боевые действия. Но все равно он вот не смог каким-то стать непропагандистским. Все равно он явно в красках своих, в каких-то вот этих попытках, вот эти вот мысли донести. Про то, что и эти хорошие, и те не такие плохие, и вот эти. И дальше фильм такими идет рубленными сценами. Закончила сцена, все, забыли, что там было. Вообще не важно, что там было. У этой девочки-еврейки всю семью же убивают. Она аж не плачет. Ни в одном моменте сцена, она нигде не плачет. Она папу очень любит, мы это знаем, по первой сцене. Папу убили, и что дальше? Она такая, ну, поеду дальше. Ну, такая вообще немножко не от мира сего эта девочка. Ну, кстати, что касается рубленных сцен, мне кажется, что он просто так четко поделен на какие-то периоды. Он поделен по православному календарю, да, насколько вот я смогла. Да, при этом без какого-то там, без богослужения и вообще непонятно. Вот там, действительно, преображение. Вот тебе, как человеку мало знакомому, что-то это говорит. Ну, хорошо, вот, допустим, я знаю преображение, знаю какие-то там традиции, а вот ты не знаешь. Вот там говорят, преображение. Ничего там нет про преображение. Ну, вообще ничего. Только время года угадано, и вот это, ну, все. Да, к сожалению, таким сильно антивоенным, да вообще, наверное, антивоенным фильмом он не вышел. Мне было любопытно и страшно немножко. Я полезла смотреть, искать, что Сергей Маковецкий говорил про войну в Украине. Потому что мне было немножко боязно вообще, в принципе, смотреть. Ну, конечно, это никак не повлияет сейчас на то, что он сделал, на его работу. Я горячо люблю то, что он делает. В принципе, даже мне нравится, я вспоминаю из детства, что мне нравилось, нравился фильм «72 метра», того же самого Хатиненко. И он там, мне кажется, кстати, был довольно трагичный. Там была довольно трагичная сцена, довольно впечатляющая такая сцена. Так вот, я полезла все-таки смотреть, нашла инстаграм Маковецкого и немножко успокоилась. Потому что 1 марта он выкладывал пост, где он поет на украинском языке украинскую песню. Так меня немножко отпустило, думаю, ну ладно, хорошо. Маковецкий вообще один из самых, наверное, лучших и любимых актеров из российских. Потому что вот есть из ликвидации его роль не очень большая. И я помню, что мне было прямо жалко, что очень рано его персонаж погибает. Потому что вот он играл Одессита. И он так это проникновенно, да, играл, что я вот сейчас не удивлен. Я не подписанный в инстаграм на то, что он мог, да, выложить песню на украинском языке. Потому что он явно как-то очень, может быть, хорошо понимает украинцев, одесситов. И вот это прямо его, он прямо как будто бы жил вот в этой роли, да, в ликвидации. К его актерской игре и вообще к актерской, там, Нине Усатовой нет никаких вопросов. Тут больше, конечно, вопросы к режиссерской работе, на самом деле, вот по этому фильму. Субтитры создавал DimaTorzok